Привет, замечательные люди! И это обзор книги Виктора Пелевина «Принц Госплана». Что-то вспомнил я про эту книгу, наверное, жизнь как-то меня так сподвигла на это дело. В общем, очень интересная книга, и сейчас я расскажу, в принципе, о чем она. Ну такая вот, прямо в стиле Виктора Пелевина, когда, знаете, реальность с нереальностью перемешаны вообще очень сильно. И когда нереальность, в данном случае игра, так же реальна, как и само существование. Она идет от лица человека, который живет, работает там где-то в каком-то заведении в Госплане. Ну такой офисный работник, типа того. Начальничек у него там свой есть. И он играет в «Принца Персии». И «Принц Персии» всем известная игра, когда по уровням ты передвигаешься. Вот этот человечек маленький прыгает с уровня на уровень, обходит какие-то препятствия, ловушки, через ямы с шипами перепрыгивает, со стражниками сражается. И главное это спасти принцессу на каком-то там непонятном высоком уровне, очень-очень высоком. Есть всякие читы, коды. И вот в этой книге вот этот человек, он живет. Он и есть вот этот «Принц Персии». Он постоянно играет. Причем он может в прямом смысле, он может быть, я не знаю, в своих мыслях, может еще как-то. Но книга так написана, что он буквально в прямом смысле переключается на игру и сам физически оказывается в этой игре. И вот он оказывается. У него там есть любимые места в этой игре. Кое-где даже у него там лежанка есть, где он может поспать. Знакомые уже кувшины там еще с какими-то курительными веществами. А даже стражники есть знакомые, с которыми он бывает любит поговорить. Вот. Он постоянно играет в эту игру. То есть он постоянно находится то в существующем мире, в реальном, то перемещается опять в этот нереальный мир. Причем он настолько же реален. Перебирается по уровням, там еще что-то. А его начальник играет, по-моему, в танки он играл. Или в этот, в кого-то, каким-то самураем он там. Ну, в общем, такая интересная книга. И чем она в итоге заканчивается, тоже вы прочитаете. Он, в конце концов, там достигает уровня заоблачного просто, конечного уровня. И приходит туда, где принцесса находится. Вот. Ну, больше-то хочу сказать про смысл самой книги. И вот вообще это так интересно. Наверное, мечта многих людей, которые когда-либо играли в компьютер, там, в приставку, еще во что-то такое. Когда ты настолько увлекаешься игрой, или, может быть, настолько запариваешься окружающей жизнью, что часто хочется просто-напросто переместиться в эту игру. И, на самом деле, было бы здорово и интересно, если бы игра была более реалистичной. Я сам вот думаю, что здорово будет, когда... Сейчас уже есть такие социальные сети, когда ты создаешься, ну, как типа Sims 3, она, знаете ли, Sims 4 сейчас вышла игра, когда там создаешься персонажей и других персонажей, там жизнь целая. А есть такие социальные сети, где вроде как целые миры вот этих выдуманных персонажей, которых ты сам одел, как хочешь, так он выглядит. Может быть, ты в жизни какой-то косой, кривой, там, или еще что-то тебе не устраивает в своей внешности. Персонажей ты можешь создать практически любым. В жизни у тебя мало денег, паршивая, вонючая работа, серая погода за окном. А в игре светит солнце, в игре ты бодр, весел, накачан, с кучей денег, и там все просто. И вот есть... сейчас существуют уже эти очки. Я думаю, что вполне реально реализовать какие-нибудь там перчатки, что и тактильные ощущения тоже. Вообще костюм целый. Ты даже тактильные ощущения полностью любые можешь получить от игры. Эти очки, когда ты полностью погружен в картинку в игре. И совместит это с социальной сетью и игрой. То есть реально сделать виртуальный мир, когда ты ходишь с созданным тобой персонажем, а среди таких же людей, созданных персонажей, ну, как типа Lineage 2, например, да? Только в Lineage 2 ты залипаешь перед экраном компьютера, а тут, например, ты входишь в какую-то капсулю дома у себя, ну, погруженный вот в этот мир, где люди женятся друг с другом, там, путешествуют. Ты здесь... Какие у тебя возможности для путешествий? Вот я думаю... И многие могут вот такие вот, знаете, философы, теоретики, или там всякие бизнес-тренеры подозрительные, орать, что, мол, жизнь-то она интереснее и реальнее, и я понимаю, что жизнь-то она реальна и интересна, вот, что в жизни ты можешь тоже всего достигать, всего добиваться, путешествовать. А как же... Как же ты будешь делать это, когда у тебя, например, нет денег, нет богатых родителей, живешь ты в какой-нибудь дыре, там, не знаю, в Мухосранске, в каком-нибудь... И все общество учит тебя тому, что ты должен учиться, 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 как получится. Потом идти на ту работу, на которую получится. Даже если ты откроешь там какое-то свое гнилое дело, может быть. Ну, гнилое, не гнилое, ведь есть люди, которые на самом деле богаты, но тут есть государство, которое тебе вяжет по руками, ногами. Есть еще какие-то ограничения. А в каком-нибудь Мороуинде у тебя есть свой дом, ты можешь взять свой волшебный меч, пойти по лесам, по полям, куда угодно. У тебя нет семьи, нет детей, нет обязанностей, нет, не знаю, службы в армии, которые тебя могут отправить. Нет каких-то... Ты в конце концов можешь особо и не есть. А если ты хочешь есть, ты взял свой меч, пошел и зарубил оленя, или какого-нибудь колдуна, или воспользовался магией, или полетел. А ведь все, что доступно нашим мечтам, это доступно. Ну, есть такая теория, не теория, по-моему, даже доказанная. Вот, ну, каждое поколение человечества, каждый виток развития науки и техники доказывает, что все, что... Все, о чем может мечтать человек, все это на самом деле достижимо. Люди когда-то мечтали летать, и сейчас они летают. Люди когда-то... Сейчас люди мечтают путешествовать во времени, и я уверен, что мы достигнем этого. Мы будем путешествовать во времени, мы будем еще что-то делать. Просто единственное, вселенная отвечает нам невероятными какими-то новыми заболеваниями, или еще какими-то катастрофами и проблемами, которые снова нужно решать. Вот. И, в принципе-то, можно было бы и в этой жизни жить так же, как в том же, там, в Мороуинде, в том же Принце Персии, там еще где-то, когда твоя жизнь, как интересная игра. Но где она на самом деле у единицы? Да какой там у единицы? У избранных буквально их жизнь становится реальной игрой. У нас же она очень сильно ограничена какими-то рамками и правилами. Ты должен долго-долго работать. Я думаю, вот, ну, даже просто хотелось бы сделать, например, свой маленький хороший дом, окрытить его большим забором, чтобы тебе там было как на подводной лодке автономия, ты мог пойти в лес погулять, там, не знаю, исследовать что-то, еще куда-то поехать. Но для этого нужны деньги, нужно горбатиться, горбатиться и горбатиться, чтобы заработать себе на какой-то маленький дохненький участок. А если ты хочешь вдали от цивилизации, то обязательно нужно это все довести до туда, купить землю, защищать ее постоянно от различных нападок, каких-нибудь юридических, подозрительных, этих, рейдеров, там, каких-нибудь фермеров, каких-нибудь местных жителей, еще чего-то. Обнести все забором. По-любому еще какие-нибудь появятся претензии к тебе от государства. Или если поселиться так далеко, что никто туда не доберется, что заберут, доберутся какие-нибудь беглые зэки там или еще военные какие-нибудь, новые русские, еще какое-нибудь говно приедет туда. Ты всегда в опасности. И ты не можешь, как в игре, взять меч и воевать, там, взять своих каких-то родственников, наделать себе юнитов, там, еще что-то. Потому что ты должен вращаться в этих кругах. Ты должен добиваться силы и власти. Чтобы была сила и власть, ты должен становиться говном, которым тебе неприятно быть. Либо тебя просто посадят в тюрьму, как того же Тесака, там, или еще кучу, там, других Николу Королеву, там, еще разных других людей. Которые, да, вроде бы преступники. Но, с другой стороны, если ты хочешь быть сильным, и любой, наверное, вот из таких вот людей, которые там, про которых частенько показывают сенсационные передачи, а до этого, там, 20 лет они сидят во власти и все спокойно относятся, не смотрят никаких сенсационных передач. У нас есть передачи, контрольный звонок, я сейчас стал смотреть, они ездят куда-то туда-сюда. У нас везде произвол властей. К любому, чинуши, в кабинет ты можешь прийти, и ни одну историю нарыть для контрольного звонка. А в игре все не так. В любой игре ты взял там пистолет или автомат, как в Ульфенштайне, и пошел решать свои проблемы с немцами, которые не дают тебе жить. или там в Мороуинде ты взял свою пещеру, и ты научился магии, и ты полетел исследовать любые миры. Вот что, как бы, говорит тебе вот эта книга, ну, в моем понимании, что у меня, какие мысли ассоциируются с книгой «Принц Госплана», когда он настолько реально живет в игре, что игра более реальная, чем жизнь. Мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, наверное, может быть, даже практически в любую игру, хоть в какмана этого, который ездит и кушает эти какие-то штучки, светящиеся, монетки, вот, хоть в какую-нибудь захудалую игрушку можно было бы так по щелчку пальцев раз и переключиться от этого мира. Я понимаю, что, может быть, во сне можно так играть или еще здорово. Вообще здорово, когда снятся такие интересные сны. Или, если начать на самом деле погружаться в компьютер, там еще что-то, время реальной жизни уходит, время реальной жизни уходит, эти ценности, которые ты создаешь в игре, они не создаются в реальной жизни. И когда ты отрываешься от компьютера, ты понимаешь, что ты просрал там день, два, неделю, ты хочешь поесть, тебе нужно заработать на поесть, заработать на интернет хотя бы. к сожалению, это только мечты. Пока все вот такие игры в реальности остаются на уровне, на уровне мечты. Буду мечтать. Ладно тогда, пока. Всем интересной жизни и всем интересных игр. Хорошая книга, советую прочитать или послушать. Виктор Пелевин, вообще крутой автор и очень-очень затягивает его книги. Всем пока, всего хорошего. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал, вот, ну, тоже вот решение, в принципе, чтобы жить там и наслаждаться жизнью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео и другими тоже видосами. Буду вам очень признателен. Всем пока, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok